Брэм Стокер, Дракула, глава 4 Проснулся я в собственной постели. Если только ночное приключение не приснилось мне, значит граф принес меня сюда. Целый ряд мелких признаков подтверждал это. Мое платье было сложено не так, как я это обыкновенно делаю. Мои часы остановились, а я их всегда завожу на ночь, и много еще аналогичных подробностей. Но, конечно, они не могли служить доказательством. Может быть, эти явления подтверждают только то, что мой рассудок по той или иной причине не совсем в порядке. Я должен найти другие доказательства. Чему я, однако, не сказано рад, так это тому, что мои карманы остались нетронутыми. Видимо, граф очень спешил, если только он перенес меня сюда и раздел. Я уверен, что мой дневник был бы для него загадкой, которую он не смог бы разгадать. Он, наверное, взял бы его себе и, может быть, уничтожил. Теперь спальня, всегда казавшаяся мне отвратительной, является как бы моим святилищем, так как нет ничего страшнее этих ужасных женщин, которые ожидали и будут ждать случая высосать мою кровь. 18 мая. Я опять пошел в ту комнату, так как должен же я, наконец, узнать всю правду. Когда я подошел к двери на верхней площадке лестницы, то нашел ее запертой. Ее захлопнули с такой силой, что часть двери оказалась ощупленной. Я увидел, что болт не был задвинут, и дверь закрыта изнутри. Боюсь, что все это не сон. 19 мая. Я без сомнения напал на след. Прошлой ночью граф наислачайшим тоном попросил меня написать три письма. В первом сообщил, что мое дело здесь уже близится к концу, и что через несколько дней я выйду домой. Во втором, что я выезжаю на следующий день даты письма. А в третьем, что я уже покинул замок и приехал в Быстрец. Мне страшно захотелось запротестовать, но я понял, что в моем положении открыто ссориться с графом безумие, поскольку я нахожусь целиком в его власти. А отказаться написать эти письма значило бы возбудить подозрения графа и навлечь на себя его гнев. Он понял бы, что я слишком много узнал и не должен оставаться в живых, ибо стал опасен. Единственная моя надежда теперь искать и ждать удобного случая. Может быть и подвернется возможность бежать. В его глазах я снова заметил нечто похожее на тот гнев, с которым он отшвырнул от себя белокурую женщину. Он объяснил, что почта ходит здесь редко и не внушает доверия, поэтому следует заранее известить моих друзей о моем приезде. Кроме того, он убеждал меня, что если мне придется продлить свое пребывание в замке, он всегда успеет задержать мое последнее письмо в Быстрице на необходимое время. Все это было сказано таким тоном, что противоречить ему значило бы вызвать у него новые подозрения. Поэтому я сделал вид, что совершенно согласен и только спросил, какие числа поставить в письмах. Он на минуту задумался, потом сказал. Первое пометьте 12 июня, второе, третье, 29 июня. Теперь я знаю, сколько дней я еще проживу. Да поможет мне Бог. 28 мая. Есть возможность сбежать или, по крайней мере, послать домой весточку. Цыганский табор пришел к замку и расположился во дворе. Я напишу домой несколько писем и постараюсь добиться, чтобы цыгане доставили их на почту. Я уже завязал с ними знакомство через окошко. Они сняли при этом шляпу и делали мне какие-то знаки, так же малопонятные, как и их язык. Я написал письма. Миня написал стенографически, а мистеру Хаукинсу просто попросил списаться с нею. Ей я сообщил о своем положении, умалчивая, однако, об ужасах, в которых я сам еще не вполне разобрался. Если бы я выложил ей всю душу, то она испугалась бы до смерти. Если письма каким-нибудь образом все-таки дойдут до графа, он, тем не менее, не узнает моей тайны, или, вернее, того, насколько я проник в его тайны. Я отдал письма, я бросил их сквозь решетку моего окна вместе с золотой монетой и, как мог, знаками показал им, что нужно опустить их в почтовый ящик. Взявший письма, прижал их к сердцу и затем вложил в свою шляпу. Больше я ничего не мог сделать. Я пробрался о библиотеку и начал читать. Так как граф не приходил, то я и писал здесь. Граф пришел. Он уселся напротив меня и сказал своим вкратчивым голосом, вскрывая два письма. Цыгане передали мне эти письма, хотя я и не знаю, откуда они взялись. Мне теперь придется быть осторожным. Посмотрим. Он, по-видимому, их рассмотрел. Одно из них от вас к моему другу Питеру Хаукинсу. Другое... Здесь, открыв письмо, он увидел странные знаки, причем его лицо омрачилось, и глаза сверкнули бешенством. Другое гадкий поступок и злоупотребление дружбой и гостеприимством. Оно не подписано. Прекрасно. Так что оно не может нам навредить. И он хладнокровно взял письмо и конверт и держал их над лампой, пока они не превратились в пепел. Затем продолжал. Письмо, адресованное Хаукинсу, я, конечно, отправлю, раз оно от вас. Ваши письма для меня святы. Вы, мой друг, простите меня, конечно, что не зная этого, я их распечатал. Не запечатаете ли вы письмо вновь? Он протянул мне письмо и с изысканным поклоном передал чистый конверт. Мне оставалось только подписать адрес и молча вручить письмо. Когда он вышел из комнаты, я услышал, как ключ мягко повернулся в замке. Подождав минуту, я подошел к двери. Она оказалась запертой. Спустя час или два граф спокойно вошел в комнату. Он разбудил меня своим приходом, так как я заснул тут же на диване. Он был очень любезен и изыскан в своем обращении, и, видя, что я спал, сказал, «Вы устали, мой друг? Ложитесь в постель. Там удобнее всего отдохнуть. Я лишен удовольствия беседовать с вами сегодня ночью, так как очень занят, но вы будете спать, я в этом уверен». Я прошел в спальню и, странно признаться, великолепно спал. И отчаяние имеет свои хорошие стороны. 31 мая. Когда я сегодня проснулся, то решил запастись бумагой и конвертами из своего чемодана и хранить их в кармане, дабы иметь возможность записывать то, что нужно, в случае необходимости, немедленно. Но меня ожидал новый сюрприз. Из чемодана исчезла вся бумага и конверт вместе со всеми заметками, расписанием железных дорог, подробными описаниями моих путешествий. Исчезло и письмо с аккредитивом. Словом, все, что могло бы мне пригодиться, будь я на воле. Я принялся искать их в портмоне и в шкафу, где висели те вещи, в которых я приехал. Мой дорожный костюм исчез. Мой сюртук и одеяло также. Я нигде не мог найти и следа их. Должна быть новая злодейская затея. Сегодня утром, сидя на краю постели и разбираясь в событиях, я вдруг услышал на дворе щелканье хлыста и стук копыт лошадей по каменной дороге. Я бросился к окну и увидел два больших фургона. Каждый был запряжен восьми лошадьми. У каждой пары стоял словак в белой шляпе, кушаке, грязных штанах и высоких запогах. В руках у них были длинные палки. Я бросился к двери, чтобы скорее спуститься вниз и пробраться к ним через входную дверь, которая, по моему мнению, была не заперта. Опять поражение. Моя дверь оказалась запертой снаружи. Тогда я бросился к окну и окликнул их. Они тупо взглянули вверх, и тут к ним как раз подошел их предводитель. Увидя, что они показывают на меня, он сказал им что-то, над чем они рассмеялись. После этого никакие мои усилия, ни жалобный крик, ни отчаянной мольбы не могли заставить их взглянуть на мое окно. Они окончательно отвернулись от меня. Фургоны были нагружены большими ящиками с толстыми ручками. Они, без сомнения, были пустыми, судя по легкости, с которой их несли. Ящики выгрузили и сложили в кучу в углу двора. Затем цыгане дали словакам денег, плюнув на них за счастье. После чего словаки лениво направились к своим лошадям и уехали. 24 июня. На рассвете. Прошлой ночью граф рано покинул меня и заперся на ключ у себя в комнате. Как только я убедился в этом, я опять помчался по винтовой лестнице наверх, посмотреть в окно, выходящее на юг. Я думал, что подстерегу здесь графа, поскольку, кажется, что-то затевается. Цыгане располагаются где-то в замке и заняты какой-то работой. Я это знаю, так как порой слышу шум езды и глухой стук не то мотыги, не то заступа. Что бы они ни делали, это, вероятно, должно означать завершение какого-то жестокого злодеяния. Я стоял у окна почти полчаса, прежде чем заметил, как что-то выползало из окна комнаты графа. Я подался назад и осторожно наблюдал. Наконец, я увидел всего человека. Новым ударом было для меня то, что я увидел на нем свой дорожный костюм. Через плечо висел тот самый ужасный мешок, который, как я помнил, те женщины забрали с собой. Сомнений не оставалось. Это он похитил мои вещи и нарядился в мое платье. Вот, значит, в чем смысл его новой злой затеи. Он хочет, чтобы люди приняли его за меня, чтобы в городе и в деревнях знали, что я сам относил свои письма на почту, и чтобы всякое злодеяние, которое он совершит в моем костюме, было всеми местными жителями приписано мне. Я думал, что дождусь возвращения графа, и поэтому долго и упорно сидел у окна. Затем я начал замечать в лучах лунного света какие-то маленькие мелькающие пятна, крошечные, как микроскопические пылинки. Они кружились и вертелись как-то неясно и очень своеобразно. Я жадно наблюдал за ними, и они навеяли на меня странное спокойствие. Я уселся поудобнее в амбразуре окна и мог таким образом свободнее наблюдать за движением в воздухе. Что-то заставило меня вздрогнуть. Какой-то громкий жалобный вой собак раздался со стороны долины, скрытый от моих взоров. Все громче и громче слышался он на витающей атоме пылинок, казалось, принимали новые образы, меняясь вместе со звуками и танцуя в лунном свете. Я боролся и взывал к своему рассудку. Вся моя душа полусознательно боролась вместе со всеми моими чувствами и порывалась ответить на зов. Я находился как бы под гипнозом. И все быстрее окружились пылинки, а лунный свет как бы ускорял их движение, когда они проносились мимо меня, исчезая в густом мраке. Они все больше и больше сгущались, пока не приняли форму мутных призраков. Тогда я вскочил, опомнился, взял себя в руки и с криком убежал. В призрачных фигурах, явственно выступавших при лунном свете, я узнал очертания тех трех женщин, в жертву которым я был обещан. Я убежал в свою комнату, где не было лунного света, где ярко горела лампа. Мне казалось, что здесь я в безопасности. Через несколько часов я услышал в комнате графа какой-то шум, точно резкий вскрик, внезапно подавленное. Затем наступило молчание, такое глубокое и ужасное, что я невольно содрогнулся. С бьющимся сердцем я старался открыть дверь, но я снова был заперт в своей тюрьме и ничего не мог поделать. Вдруг я услышал на дворе души раздирающий крик женщины. Я подскочил к окну и посмотрел на двор сквозь решетку. Там, прислонившись к коликке в углу, действительно стояла женщина с распущенными волосами. Увидя мое лицо в окне, она бросилась вперед и угрожающим голосом крикнула «Изверк! Отдай моего ребенка!» Она упала на колени и, простирая руки, продолжала выкрикивать эти слова, которые ранили мое сердце. Она рвала на себе волосы, била себя в грудь и приходила во все большее и большее отчаяние. Наконец, продолжая неистовствовать, она кинулась вперед и, хотя я не мог ее больше видеть, но слышал, как она колотила во входную дверь. Затем, откуда-то высоко надо мной должно быть с башней, послышался голос графа. Он говорил что-то своим повелительным, строгим, металлическим голосом. В ответ ему раздался со всех сторон, даже издалека, вой волков. Не прошло нескольких минут, как целая стая их ворвалась сквозь широкий вход во двор, точно вырвавшаяся на свободу свора диких зверей. Крик женщины прекратился, и вой волков как-то внезапно затих. Вслед за тем волки, облизываясь, удалились поодиночке. Я не мог ее не пожалеть, так как догадывался об участи ее ребенка, а для нее самой смерть была лучше его участи. Что мне делать? Что я могу сделать? Как я могу убежать из этого рабства ночи, мрака и страха? Двадцать пятое июня. Утром. Ночью меня всегда тревожат и терзают страхи, и угрожают какие-нибудь опасности или ужасы. Я до сих пор ни разу не видел графа в предневном свете. Неужели он спит, когда другие бодрствуют, и бодрствуют, когда другие спят? Если бы я только мог попасть в его комнату. Но нет никакой возможности. Дверь всегда заперта, и никак не могу пробраться туда. Нет, попасть туда можно, лишь бы хватило храбрости. Раз попадает он, почему же не попытаться другому? Я собственными глазами видел, как он полус по стене. Почему бы и мне не последовать его примеру, и не пробраться к нему через окно? Шансов мало, но и положение отчаянное. Искну. В худшем случае меня ждет только смерть. Да поможет мне Бог в моем предприятии. Прощай, Мина, если я промахнусь. Прощайте, верный мой друг, мой второй отец. Прощайте, и последний привет, Мине. Тот же день, позже. Я рискнул, и благодаря создателю вернулся опять в свою комнату. Совершенно бодрю, со свежими силами я подошел к окну, выходящему на юг на узкий каменный карниз. Стена построена из больших грубо отесанных камней, и звездка между ними выветрилась от времени. Я снял сапоги и начал спускаться по ужасному пути. Я прекрасно знал направление, а также расстояние до окна графа. Считался с этим сколько мог, и решил воспользоваться всеми полезными случайностями. Я не чувствовал головокружения. Должно быть, я был очень возбужден. И время показалось мне невероятно коротким, так как вскоре я очутился у окна комнаты графа. Тем не менее, я страшно волновался, когда наклонился и спустил ноги из окна в комнату. Я взглянул, нет ли графа, и с удивлением и радостью увидел, что в комнате никого не было. Обстановка напоминала стиль южных комнат, и также покрыта пылью. Я стал искать ключ. В замке его не оказалось. Я его нигде не находил. Единственное, что я обнаружил, целая куча золота в углу. Золото всевозможного рода. Романские, британские, австрийские, греческие, турецкие монеты, покрытые целым слоем пыли и должно быть долго лежавшие в земле. Я не заметил среди них ни одной возраст, который насчитывал бы менее 300 лет. Там были еще цепи, украшения и несколько драгоценностей, но все старое в пятнах. В углу была дверь. Я попробовала ее открыть, так как не найдя ключа от комнаты или входной двери, что было главной целью моих поисков, я должен был продолжать свои исследования для того, чтобы все мои труды не пропали даром. Она оказалась открытой и вела круто вниз сквозь каменный проход по винтовой лестнице. Я спустился, внимательно наблюдая за тем, куда я иду, ибо лестница была темная и освещенная лишь редкими отверстиями в толстой каменной стене. Над ней я натолкнулся на темный проход туннеля, откуда несся тошнотворный убийственный запах, запах старой, только что разрытой земли. По мере моего приближения запах становился все удушливее и тяжелее. Наконец я толчком распахнул какую-то тяжелую полуоткрытую дверь и очутился в старой развалившейся часовне, служившей, как видно, склепом. Крыша ее была сломана, и какие-то ступени вели в трех местах в углубление. Земля была здесь недавно разрыта и насыпана в большие деревянные ящики, очевидно те самые, что привезли словаки. Я начал искать еще какой-нибудь выход, но его не оказалось. Тогда я исследовал каждый вершок пола, чтобы не пропустить какой-нибудь детали. Я даже спустился в углубление, куда с трудом проникал тусклый свет. Спустился я туда с чувством страха. Я обыскал два углубления, но ничего там не нашел, кроме обломков старых гробов и кучи пыли. В третьем я все-таки сделал открытие. Там, в одном из больших ящиков, которых всего было 50 штук, на куче свежей земли лежал граф. Он или был мертвый, или спал, я не мог определить, так как глаза его были открыты и точно окаменели, но без остекленевшего оттенка смерти. Щеки были жизненно, несмотря на бледность, а губы красны, как всегда. Но лежал он неподвижно, без пульса, без дыхания, без биения сердца. Я наклонился к нему, стараясь найти какой-нибудь признак жизни, но тщетно. Он, должно быть, лежал здесь недавно, так как земля была свежей. Около ящика покоилась крышка с просверленными в ней дырками. Я подумал, что ключи, вероятно, находятся у графа, но когда я начал их искать, взор мой случайно встретился с мертвыми глазами графа, и в них я прочел такую ненависть, что в ужасе попятился назад и поспешно ушел обратно. Выбрался через окно и, взобравшись по замковой стене, вернулся к себе. Я бросился, задыхаясь в постель и постарался собраться с мыслями. 29 июня. Сегодня срок моего последнего письма. Граф пришел ко мне и сказал, «Завтра, мой друг, вы должны выехать. Вы возвратитесь в свою великолепную Англию, а я вернусь к делу, которое, может быть, приведет к такому концу, какого мы вовсе не ожидаем. Ваше письмо уже отослано. Завтра меня здесь не будет, но все будет приготовлено к вашему отъезду. Утром сюда придут цыгане и несколько словаков. Когда они уйдут, за вами приедет моя коляска, которая повезет вас в проход Борга, где вы пересядете в дилижанс, идущий из Буковины в Быстрец. Но я надеюсь, что увижу вас еще раз в замке Дракувы». Я решил проверить его искренность и спросил прямо, «Почему я не могу выехать сегодня вечером?» «Потому что, дорогой мой, мы кучеры-лошади отправлены по делу. Но я с удовольствием пойду пешком, я сейчас же готов уйти». Он улыбнулся так мягко, так нежно и в то же время такой демонической улыбкой, что мои подозрения воскресли с новой силой. Он спросил, «А ваш багаж?» «Я могу прислать за ним, сейчас он мне не нужен». Граф встал и сказал с такой поразительной изысканностью, что я не поверил себе, до того это было искренне. «У вас, англичан, есть одна пословица, которая близка моему сердцу, так как ею руководствуемся и мы, магнаты. Добро пожаловать, гость приходящий, и спеши, уходящий. Пойдемте со мной, дорогой мой друг. Я и часу не хочу оставлять вас против вашего желания. Идемте же». Необыкновенно любезно, держа в руке лампу, граф спустился со мной по лестнице, освещая мне дорогу. Но вдруг он остановился и вытянул руку. «Слушайте». Раздался вой волков, точно вызванный движением его руки. После минутной паузы мы пошли дальше и достигли двери. Он отодвинул болты и снял цепь, после чего начал открывать дверь. К моему величайшему изумлению оказалось, что дверь не была заперта на ключ. Я подозрительно оглядела ее. Нигде не было видно даже следа от замка. Когда дверь стала постепенно открываться, то вой волков снаружи стал раздаваться все громче и громче. Тогда я понял, что против графа открыто не пойдешь. С такими противниками, да еще когда-нибудь под командой графа, я ничего не мог сделать. Но дверь продолжала медленно раскрываться. Граф стоял в дверях один. У меня на мгновение мелькнула мысль, вот, вероятно, моя участь. Он бросит меня волкам. И я сам же помогу ему сделать это. В подобном плане было достаточно дьявольского замысла. Не видя другого исхода, я крикнул, закройте дверь, я лучше дождусь утра. Одним взмахом своей могучей руки граф захлопнул дверь, и большие болты с шумом вошли на свои места. Когда я был уже у себя в комнате и собирался лечь, мне послышался шепот у моих дверей. Я тихо подошел к ней и прислушался. Я услышал голос графа. Назад, назад, на свои места. Ваше время еще не настало. Подождите. Имейте терпение. Завтра ночью. Завтрашняя ночь ваша. Вслед за этим раздался тихий нежный хохот. Я с бешенством раскрыл дверь и увидел этих трех ужасных женщин, облизывающих свои губы. Как только я показался, они разразились диким смехом и убежали. Я вернулся в комнату и бросился на колени. Неужели мой конец так близок? Завтра. Завтра. Создатель, помоги мне и тем, кому я дорог. 30 июня. Утром. Быть может, это мои последние строки в дневнике. Я спал до рассвета. Проснувшись, я опять бросился на колени, так как решил, что если меня ждет смерть, то надо к ней приготовиться. Помолившись, я открыл дверь и побежал в переднюю. Я ясно помнил, что дверь была не заперта, значит, мне представилось возможность бежать. Дрожащими от волнения руками я снял цепь и отодвинул болты. Но дверь не поддалась. Отчаяние овладело мной. Дикое желание раздобыть ключи привело меня к решению снова вскарабкаться по стене и пробраться в комнату графа. Пусть он убьет меня. Смерть теперь казалась мне лучшим исходом. Не задумываясь, я ринулся наверх по лестнице к восточному окну и пополз вниз по стене, как и раньше, в комнату графа. Я отправился через дверь в углу вниз по винтовой лестнице и по темному проходу в старую часовню. Я знал теперь, где найду страшилище. Большой ящик все еще стоял на прежнем месте у самой темной стены, но на этот раз на нем лежала крышка, еще не приделанная, но с приготовленными гвоздями, так что оставалось только вколотить их. Мне нужно было его проклятое тело из-за ключа, так что я снял крышку и поставил ее к стене. Передо мной лежал граф, но наполовину помолодевший, так как его седые волосы и усы потемнели. Щеки оказались полнее, а под белой кожей просвечивал румянец. Губы его были ярче обыкновенного, так как на них еще сохранились свежие капли крови, капавшие из углов рта и стекавшие по подбородку на шею. Дрожь пробежала по моему телу, когда я наклонился к нему, чтобы до него дотронуться, но я должен был найти ключ, иначе я погиб. Быть может, следующей ночью мое тело послужит добычей для пишества трех ужасных колдуньей. Я обыскал все тело, но не нашел ключей. Тогда я остановился и посмотрел на графа. На его окровавленном лице блуждала ироническая улыбка, которая, казалось, ведет меня с ума. У меня не было под рукой никакого смертоносного оружия. Я схватил лопату, которой рабочие наполняли ящики землей, и высоко взмахнув, я ее ударил остреем вниз прямо в ненавистное лицо. Но тут голова его повернулась, и глаза, в которых светилась ненависть, Василиска, уставились на меня. Их взгляд пореализовал меня. Лопата дрогнув, соскользнула мимо и вонзилась с дерева возле лба. Оружие выпало из моей руки. Когда я попытался поймать его, острея заступа задело крышку, и она упала на прежнее место. Последнее, что я увидел, было раздутое, налитое кровью лицо, перекошенное гримасой ненависти ко всему живому, пылающее адским пламенем. Я думал и думал, что же теперь предпринять, но голова моя горела. В отчаянии я стоял и ждал. В это время я услышал многоголосый цыганский напев и пробивающийся сквозь него свист бичей до стук тяжелых колес. Это подъезжали цыгане и словаки, о которых говорил граф. Последний раз, оглядев ящик, в котором покоилось тело, я покинул подземелье и, добравшись до комнаты графа, приготовился отразить нападение в тот момент, когда дверь откроется. Напряженно прислушиваясь, я уловил позвякивание ключей, скрип замка и, наконец, звук отпирающейся двери. Видимо, существовал какой-то другой вход, либо у кого-то были ключи к закрытым дверям. Потом я услышал топот многих ног, затихающий в какой-то боковой галерее и оставивший после себя долгое эхо. Я собрался вновь бежать вниз, под своды, чтобы найти этот новый проход, но мощный порыв ветра захлопнул дверь, ведущую к винтовой лестнице, с такой силой, что с двух дверных перемычек были паутины. Я попытался открыть ее, но сразу понял, что это бесполезно. Я вновь был узником, и сети рока оплели меня. Пока я пишу эти строки, снизу доносится топот ног и звуки перетаскиваемых тяжестей, без сомнения ящиков землей. Я слышу стук молотка, это прибивает крышку. Вот стали слышны тяжкие шаги в холле, а вслед за ними легкий топот множества ног. Двери запирают и гремят цепи, в замке проворачивается ключ. Я слышу, как его вынимают, затем другие двери отпираются и вновь захлопываются, грохочут замки и засовы. Чу! Сперва со двора, а потом внизу, на горной дороге, шум удаляющихся повозок, свист бичей, и говор цыган замирает вдали. Я один в замке, и эти кошмарные женщины. Тьфу, Мина тоже женщина, но какая между ними пропасть? Это просто исчадие ада. Оставаться здесь невозможно. Надо попытаться спуститься по стене ниже, чем в прошлый раз. Еще не забыть захватить с собой золото, потом пригодиться. Надо найти выход из этого кошмара. И потом домой. На первом же поезде, подальше от этого жуткого места и с этой парклятой земли, где дьявол со своими малютками, которые, как говорят, не так уж и страшны, бродят по дорогам. Лучше положиться на милость Господню, чем отдаться в лапы этим чудовищам. Пропасть крутая глубока, но и в бездне человек сможет остаться человеком. Прощайте все. Мина. Мина.